всем огромный при огромный привет я рада видеть вас на своем канале надеюсь вы рады меня слышать ребят поговорим мы с вами о канале ольга уралочка лайф ну и у нас разбор полетов но не то чтобы разбор полетов а знаете разбор полетов наверное аж по трем видеороликам значит прочитала я комментарий да пробежалась по свежим комментариям в общем их не так еще много было когда я смотрела видеоролик и прочитала комментарий кушай оля конечно кушай и кто-то еще переживает за ее инвалидность она готовит исключительно для себя и именно то что любит она а порции это просто кошмар и вы знаете вот я задумалась до посмотрела видеоролик где уралка рассказывала про свою инвалидность как у нее болят ноги выдавила скупую слезу рассказывала что принимает обезболивающие ну и мы знаем из ее рассказов телеграме что болеет она уже давным давным давно с суставами у нее давным давным давно беда и помнится она и на даче говорила и жаловалась ой как болят ноги перед тем как собирать деньги на бинты и палку и наколенники пилюли там или чё но при этом она не ходила на физиотерапию потому что некогда было времени у нее не было да и вот так и напрашивается ребят вопрос а действительно ли у нее что-то болит ребят я вот просто не представляю когда что-то болит причем сильно болит и стертые суставы и как мне написала моя подписчица что эта боль ужасная и тут даже на обезболивающих не особо то помогает до чтобы утихла боль и по ночам ужасно болят ноги и знаете когда испытываешь боль про какую тут жрачку можно говорить тут пойдешь на все чтоб только не болела чтоб только утихла боль чтобы хоть как-то поправить здоровье пойдешь на все ребят вот правда что угодно пить будешь что угодно есть будешь лишь бы только быть здоровой смотрите уралочка уже давным давным давно не ходит с палочкой то есть получается ей нормально ходить да она ходит без труда и особо не испытывает до проблем в ходьбе и смотрите вот ездили в торговый центр такой огроменный до прошлись по такому огромному магазину и чё ничего все нормально все прекрасно значит ничего не болело тут же в кафешку огроменные огроменные порции еды и вспомните как только она оформила группу инвалидности куда побежали побежали в кафе пирожками да булочками все это дело заедать и тут же доходили они торговый центр сабдугани вернее ездили на чебурашку смотрели тоже уралочка не особо и устала все прекрасно было чувствовала на себя прекрасно и ходила и сидела и ела тоже от души приличные порции это я о чем ребят вот знаете глядя на то что она ест понимая она понимает что это вредно она понимает что жареное все жирное сладкое мучное есть ей нельзя и категорически нельзя есть и неужели человек испытывая сильную боль как она вот выдавила скупую слезу и и начали все жалеть даже у меня в комментариях написали что якобы жалко уралочку ребят но ведь сама она себя не жалеет но вот чего ее жалеть себя она не жалеет она счастлива она безмерно счастлива поглощая эту еду она стоит готовит тоже опять же на ногах и причем она счастлива когда она не только поглощает а уже готовит у нее уменьшительно ласкательно называются продукты она просто получает удовольствие от всего этого и если она лишится удовольствия считай у нее жизнь прожита зря никуда не ходит нигде практически не бывает ну вот в магазин поперлась не пойми зачем не пойми почему ну хотя написывают мне мои подписчики что якобы там находится вот эта вот оптовая база но я не знаю я почему-то думаю что там идет напрямую отправка из москвы об этом писал сафарик поэтому зачем ему на базе закупаться хотя вероятно некоторые заказы может быть и отправляются и из ревды да и из екатеринбурга и возможно туда они и приезжали чтобы там как-то все оформить как-то все отправить но знаете они настолько заврались что нам они и не докладывают что они приезжали в ревду по какой-то причине другой у них причина приехали в магазин да ехали в такую дальше купить две корзинки далее да еще и для учебников якобы об дугани ну так вот ребят я не могу понять и не пойму никогда как человек испытывая боль реально боль о которой она рассказывает что суставы стерты ноги не сгибаются продолжает так жрать и причем ребят ну вот она ходит не видно чтобы она испытывала боль если стерты суставы как она говорит окончательно у нее да и у нее ужасная боль то как человек может ходить без палочки как может ходить человек вот такие вот расстояния да причем как она говорит сколько она там проходит 2000 шагов плюс вот в торговых центрах сколько она ходила и не особо то и заметно что ей больно при боли да человек испытывает ужасный дискомфорт не хочется не ходить не хочется не двигаться абсолютно никогда но мы не видим этого за урал очкой мы даже не видим чтобы ей хоть чуть-чуть до болел и не видим особо никакого дискомфорта поэтому ну что здесь говорить себя что здесь можно говорить то ли ей не болит да то ли ей плевать болит буду скрипя зубами все равно жрать и получать удовольствие от жрачки но все равно не стану ничего менять и даже здесь боль не помеха ну я не знаю как так можно тут порой ребят простынешь да где то чуть температура подымется и ну где то горло болит першит насморк и уже находишься в горизонтальном положении лежишь и есть не хочется при какой-то даже мелкой простуде да нет аппетита а здесь человек испытывает страшную боль и поглощает еду в таком количестве я не знаю как такое может быть объясните мне ребят может быть я чего-то не понимаю как можно испытывать адскую боль и при этом иметь прекрасный аппетит передвигаться нормально скажем так без палочки без какой-то помощи и поддержки пусть даже на обезболивающих препаратах ну вот мне не понять этого и помните уралка еще что говорила ой говорит ножкам то уже легче было же уже легче ребят тут она говорит что боль испытывает скупую слезу да показывает нам выдавливает и рассказывала же вот буквально недавно у нее когда на стриме спрашивали как ваши ноги как вы себя чувствуете ольга на что она говорила ой лучше таблетки помогают пью таблетки чтобы наращивать хрящевую ткань да так нарастила что группу вторую инвалидности дали и летает слушайте по торговому центру и ест и при этом абсолютно незаметно чтобы она испытывала действительно боль ребят ну вот не могу я это понять не могу человек который испытывает боль не станет есть такими тазами во вред своему здоровье понимая что прежде всего уже в данной ситуации и не говорю что болезнь суставов именно у полных но у урал очки именно из-за веса огроменного становится хуже и хуже и в голове не укладывается как такое может быть так сильно болит что хожу огромные расстояния и ем от души жирную жареную копченую в общем самую вредную и еду ребят ну как такое может быть человек испытывающий боль никогда не сделает себе еще больнее и вреднее ну может быть урал очка у нас ребята правда какой-то эксклюзив и еда ее возможно исцеляет поэтому она поглощает столько жрачки ну или ей вовсе не болит хотя я ребят в этом сомневаюсь что ей не болит или возможно другой диагноз и опять уралка вводит в заблуждение вот вы знаете казалось бы ну вот какая разница там диагноз группа ну вот до лампочки но все же это мы смотрим на ее канале обо всем она рассказывает показывает и сама при этом говорит что мы показываем свою жизнь и рассказываем ну а мы зрители имеем право высказывать свою точку зрения что мы видим как мы все это воспринимаем и естественно у нас есть свое мнение да но может быть у всех разное но это наши мнения и мы имеем право его высказать потому что мы зрители и за счет нас она получает доходы за счет нас она ест этими же тазами нравится ей или не нравится но люди все равно будут писать и высказывать свое мнение в общем ребят пишите что думаете вы по этому поводу оставляйте свои комментарии оставляйте свое мнение но я хочу напомнить что это лично мое мнение и я его никому не навязываю каждый вправе думать по-своему потому что мы с вами все разные и воспринимаем ту или иную информацию тоже по-разному и это нормально жду ваших комментариев жду вашего мнения прекрасного всем настроения позитивных эмоций мирного неба над головой любви добра понимания и конечно же здоровья берегите себя берегите своих близких ну а я вас обнимаю всем пока пока он 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 и он он и